Мы смогли убедить Петербургский союз художников в том, что выставка достойна таких замечательных стен, как выставочный зал Петербургского союза художников. Я хотел бы надеяться, что Петербургский союз художников не разочаровался в представленных авторах, их более трехсот здесь. Это несколько слов о том, что где и когда начиналось. И, соответственно, патронаж выставки — это, во-первых, Международная ассоциация учебных заведений в области арт-дизайна, медиа и общественной коммуникации «Кумулес», которая базируется в Финляндии. Мы являемся ее членами. В нее входят около 150 учебных заведений со всего мира. И вот наш фонд, Фонд искусства будущего, также является ассоциативным членом этой огромной ассоциации искусства. И Московский союз художников также патронирует нас, представляет свои замечательные стены Московского союза художников, представляет все возможности для представления, для удобства. И мы идем плотно вот уже три года. И с этого года мы очень рады, что Петербургский союз художников также включился в эту большую программу. Большую программу по одной простой причине, что эта выставка действительно международная, и она не ограничивается только Россией, не ограничивается только Москвой и Санкт-Петербургом. В ней принимают участие, вот по нашим подсчетам, в этом году 29 стран мира. Ну, кто-то участвует очно, кто-то участвует заочно, но в итоге получилось так, что 29 стран, участники из 23 стран приняли участие. Это не только участники из Европы, участники из Мексики, с Южной Кореи, с Японии, с Пекина, безусловно. Как же без Китая? Вот. Я думаю, что это не предел, это только начало, и в следующем году мы планируем провести выставку, ну, традиционно, в апреле и в октябре. Соответственно, будет не 29, наверняка большее количество стран примет участие. Что такое Российская неделя искусств? Это не просто выставка, это выставка-конкурс. Суть, в общем-то, такого конгломерата в том, что все участники, кто заявился и правильно оформил заявочные документы, могут принять участие в этом проекте. И уже находясь в экспозиции, мы формируем жюри, два состава жюри, национально и международный состав жюри. И уже в экспозиции члены жюри оценивают эти работы, скажем так, аранжируют, получается. И работа, которая набирает максимально большое количество баллов, с ними дальше заканчивается выставка, а мы, фонд искусства будущего, с ними начинаем работать. Мы представляем возможность представления в галереях, не только европейских, возможность выставляться на других международных проектах, международных конкурсах, и в области живописи, в области фотографии, графики. Мы совместно с несколькими посольствами Российской Федерации в странах проводим, уже договорились, выставки. Это будет в Пекине, в Харбине, во Флоренции проходить выставки, на которых мы, соответственно, представим лучшие работы московских и санкт-петербургских художников, вернее, участников московской и санкт-петербургской выставок. Таким образом, получается, что все участники получают некое аранжирование, но самое главное, что все участники публикуются в международном издании, которое называется «New Faces in Arts». Это «Новые лица в искусстве». В него публикуются фотоавторы, фотоконкурсных работ, и, соответственно, на русском, на английском языке исходные данные по самому автору и по картинам. Такой важный момент, потому что в Европе принято есть каталог, есть, значит, художник, есть выставка. Нет каталога, соответственно, делайте, пожалуйста, каталог. Ну и помимо представления на выставках, мы участвуем и в международных аукционах, мы привлекаем прессу зарубежную для того, чтобы они публиковали бы лучшие работы. Например, могу сказать, вот мы, например, договорились, журнал, американский журнал «On Angel Magazine», который публикует вопросы, связанные с искусством, и вот он дал приз для участников в области, для живописцев. Или, например, журнал из Германии «Спрингерин». Это тоже арт-журнал, который освещает последние события в области арт-индустрии. Также вот, например, журнал «Круделия». Тоже, это уже итальянский журнал, он публикует события в мире искусства, ну и, соответственно, российская неделя искусства тоже вошла в этот журнал, причем не в виде рекламы, а в виде публикации конкретного автора, которую мы расскажем на церемонии награждения. Ну и, конечно же, художники растут, и для того, чтобы и Петербургский, и Московский союз художников пополнялись бы талантливыми авторами, мы вместе со взрослым отделением проводим на втором этаже выставку и тоже выставку-конкурс, которая называется «Кубок Санкт-Петербурга по художественному творчеству Ассамблея искусств». В ней принимают участие уже авторы от 4 до 16 лет, а на первом этаже авторы от 17 и старше. Получается, что, в общем-то, вы сможете увидеть всю палитру художественной мысли Санкт-Петербурга, как минимум Санкт-Петербурга, но очень много работ приехало и из Москвы, и из других городов. Ну вот, это несколько слов о самом мероприятии. Может быть, не все я успел рассказать, но главное, в общем-то, я думаю, что вы все, значит, увидели. Выставка пройдет с сегодняшнего дня и до 11 октября. 10 октября... А, я забыл еще такой важный момент, что во время выставки с 12 до 19 часов проходят, постоянно проходят мастер-классы. Это такой тоже важный момент, образовательный момент для молодых авторов, особенно иногородних. Они приезжают для того, чтобы увидеть новое, чтобы получить возможность оценить свои работы, чтобы послушать новую, последнюю современную информацию. Вот такая, в общем-то, выставка, российская Меделя искусств. Ну и хотел бы не только я говорить, я хотел бы пригласить на эту сцену замечательных людей. И я хотел в первую очередь поставить слово представителю Петербургского союза художников. Это Борис Михайлович Сергеев, председатель правления Выставочного центра Петербургского союза художников. Борис Михайлович Сергеев. Только что здесь было справедливо замечено, что это стены знаменитые, потому что если будем перечислять тех художников, которые выставлялись в этом зале, это будет займет всю историю русского искусства, начиная с 19 века. Это общество поощрения художников, которому на будущий год будет 190 лет. Это здание было построено специально для общества, подарено государям-императорам, бесплатно предоставлено. И мы очень всегда чувствуем огромную ответственность перед этими стенами и ту высокую планку, которая была когда-то задана. Я рад, что вновь на этих стенах произведение искусств, что видно, что это наши работы, потому как сейчас появился такой в искусстве евростиль от Балапольского выступа в других залах. Этот евростиль, который в меру стерильный, в меру холодный, в меру равнодушный. И это безразлично, где они сделаны эти работы, в Испании, в Польше, или в Англии. Вот этого я здесь не вижу. И слава Богу, все-таки мы, Россия, и наша школа, это, говорю, абсолютно четко, самая лучшая в мире. Я поздравляю всех участников с этой выставкой. Спасибо. Действительно, в нашей работе по представлению художников мы в галереях увидим очень живой интерес именно к русски.